Du, vous venez. Du, vous venez – это «откуда вы». И я вам дала несколько вариантов вопросов того, как можно спросить человека о том, откуда он приехал или какой национальности. On y va. Давайте посмотрим. Quelle votre nationalité? Какая ваша национальность? Но слово «la nationalité» означает именно гражданство. То есть француз, например, если у него французский паспорт, или русский, даже можно сказать «россиянин». Потому что национальность, например, если у человека есть паспорт российский, у меня, например, кодильские корни. И значит, я русс, но d'origine koreana. Это мы сейчас с вами посмотрим. Дальше. Vous venez du – «откуда вы». Вы едете откуда дословно. Дальше. Du, vous venez – другой порядок слов. Откуда вы едете. И когда задают этот вопрос, это значит «откуда вы родом». Ensuite. D'où est-ce que vous venez? Третий вариант этого же вопроса, но с конструкцией «est-ce que». Ensuite. D'où venez-vous? С инверсией. Quelle est ta nationalité? Какая есть твоя национальность? Мы видели этот вариант в том видео, где были вопросительные слова. Tu viens d'où? Куда попроще. И вопросительное слово в конце. Просто интенционный вопрос с вопросительным словом в конце. Дальше. Du, tu viens. То же самое, только вопросительное слово впереди. Vous êtes de quelle origine? Какого вы происхождения? Orgine. Или tu es de quelle origine? Имеется в виду одно и то же значение. Смотрите. То есть, если вы выглядите нормально, как типичный представитель какой-то страны, например, русский, вы более-менее светлый, или блондин, или брюнет, но такая светлая кожа, то все вопросов не будет, если вы скажете, что vous êtes russ. Меня постоянно спрашивают, de quelle origine? Какого происхождения? И поэтому я должна отвечать. И думаю, что некоторые люди, которые будут смотреть это видео, тоже найдут это актуальным. Давайте все вопросы посмотрим с вами еще раз. Я их произнесу несколько раз. Медленно и быстро повторяйте за мной с хорошей интонацией. On y va. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Vous venez d'où? Vous venez d'où? D'où vous venez? D'où est-ce que vous venez? D'où venez-vous? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Tu viens d'où? D'où tu viens? D'où tu viens? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Tu es de quelle origine? Tu es de quelle origine? Несколько раз посмотрите, пожалуйста, этот момент. Повторите со мной, без меня. И чтобы все прям быстро-быстро у вас отскакивало прям от зубов. Можете сами такой вопрос задавать. И, конечно же, вам нужно абсолютно точно и быстро распознать его, если вам его задали. Не пугаться. И давайте посмотрим, как можно ответить. Первые несколько вариантов ответа. Je suis russe. И тут один момент, который как раз-таки я вам хотела объяснить. Russe здесь пишется с маленькой буквы. Je suis russe. Чуть попозже это объясню. Дальше. C'est un russe. Это русский. То есть, если вы кого-то представляете, это русский. Это один русский. Можно даже так. Je suis de la nationalité française. Je suis de la nationalité russe. И так далее. Обратите внимание, что прилагательное здесь женском роде, поскольку слово национальность женского рода получается, я есть национальности французской. То есть, гражданство французского. Ensuite. Je suis moitié russe, moitié allemande. Я наполовинку русская, наполовину немка. И эта девушка говорит, потому что вы видите по прилагательному allemande, у которого «э» на конце, что это женский род. Потому что по-русски будет не видно. Ensuite. Je suis de l'origine algérienne. У меня алжирские корни. Оригин слова женского рода, и поэтому прилагательное «algérien» тоже стоит в женском роде. Давайте все повторим. Je suis russe. C'est un russe. Je suis de la nationalité française. Je suis moitié russe, moitié allemande. Je suis de l'origine algérienne. Вот к этому моменту маленькие или большие буквы я вернусь чуть позже. Дальше. То, что нас интересует, это предлог «de» и плюс «место». Даже в самом вопросе у вас было вопросительное слово «у» – это «где» или «куда». Помните? А теперь, если мы «de» в предлог добавим, это «откуда», «откуда». Бывали, значит, «откуда вы». Так вот, если я отвечаю на вопрос «откуда», значит, я должна сказать «от» или «из» в русском, «из Москвы», «из Петербурга», «из Испании», «из Франции» и так далее. Так вот, посмотрим, как этот предлог «de» функционирует дальше с местом. Если это город, то мы просто ставим вот этот предлог «de» и ничего далее, потому что у городов обычно нет никакого артикля. По этому поводу я вам дам ссылку еще ниже, где есть тема вот эта полностью раскрытая, предлог «de» и места географические. Так вот, если я из Парижа, я говорю «je viens de Paris». Если же город начинается с гласной, то у нас «de» апостроф. Вот это «e» опять у нас исчезает, ставится апостроф. И, например, «je viens d'Arkangelsk». Я из Архангельска. «Je suis d'Arkangelsk». Если дальше у нас идет страна женского рода, это будет «de» или «de» апостроф в зависимости от того, с какой буквы начинается страна. Если страна мужского рода начинается с гласной, это тоже будет «de» апостроф. И посмотрите. «Je viens», берем вот эту часть. «Je viens de Russie, я из России». «Je viens», вот это у нас не сюда, а вот сюда пойдет. «Je suis d'Uzbekistan». Я из Узбекистана. Слово «узбекистан» мужского рода. Мы видим, что окончание у нас другое. Страна женского рода обычно заканчивается на «e». Но так как «узбекистан» начинается с гласной, тут «de» апостроф. «Je suis d'Uzbekistan». «Je suis d'Espanya». «Я из Испании», это страна женского рода. Мы видим здесь «e» на конце. Дальше. Если страна мужского рода, то мы ставим «du». Например, «Je viens du Kazakhstan», «Je viens du Canada» и «Je viens du Turkmenistan». Страны мужского рода заканчиваются на разные буквы. Главное, что не на «e». Хотя есть несколько стран, которые на «e» заканчивают, но являются странами мужского рода. Посмотрите в видео ниже. Будет ссылка. Страна множественного числа будет иметь перед собой предлог «de plus article les» и получится «je viens des Etats-Unis», «je viens des Comores». Это правило, пожалуйста, внимательно. Посмотрите, посмотрите видео и попытайтесь запомнить. По крайней мере, если начальный только уровень для себя. Вот те ваши примеры, которые вам актуальны. «Je viens de Russie», «je viens de Moscou». Если вы из какого-то другого города, вы говорите про другой город или другую страну. Дальше. Посмотрим, какие еще ответы бывают. «Je viens du Canada», «je viens du sud de la Russie», «de Краснодар». То есть «я еду», «я родом из юга», «с юга России», «из Краснодара». Еще раз давайте повторим. «Je viens du Canada», это первый вариант. И второй. «Je viens du sud de la Russie», «de Краснодар». Дальше. «Nous venons des Etats-Unis, de Washington». «Nous venons des Etats-Unis, de Washington». «Мы соединены штатов из Вашингтона». «Или же». «Или viennent д'Espagne, de Fugueras». «Ани из Испании, из Fugueras». Давайте еще раз повторим. «Или viennent д'Espagne, de Fugueras». «Или же вопрос». «Ты из Новой-Зеланды?» «Ты из Новой-Зеланды?» «Ансуите». «Вы вене д'Израэль, de quelle ville?» «Вы из Израэля?» «С какого города?» «Вы вене д'Израэль, de quelle ville?» «Ансуите». «Эль viennent д'Egypte, du Caire». «Ани родом из Египта, из Каира». И, казалось бы, слово «каир» – это город, но нужно знать, что город Каир произносится с артиклем. Это «le Caire». Так что предлог «de» сливается с артиклем, который входит в состав названия этого города, и получается «du Caire». «И ЭЛЬ вьен д'Egypte, du Caire», значит «Ани из Египта, из Каира». «И АНИ, значит, у нас египтянки». «ЭЛЬ СОН ЭГИПТЯНЫ». «ЭЛЬ СОН ЭГИПТЯНЫ». Дальше. «КИ ВИЯН ДЮ ЖАПОН?» «КТО ИЗ ЯПОНИИ?» «КИ ВИЯН ДЮ ЖАПОН?» И варианты. «С ЭТОН БЕЛЬЖЕ, МЕ ИЛИ ВИЯН ДЮ ЛЮКСЕМБУРГ». «Это Бельгийц», но он приехал из Люксембурга. Здесь не родом из Люксембурга, а приехал из Люксембурга, поскольку мы видим в первой части этого предложения, что он бельгийц. То есть глагол «вюнир» может и в прямом значении употребляться, то есть приехал конкретно в этот момент. Давайте все фразы эти прочтем, я их прочту медленно, вы за мной повторите и не буду переводить. «ЖЕ ВИЯН ДЮ КАНАДА». «ЖЕ ВИЯН ДЮ КАНАДА». «ЖЕ ВИЯН ДЮ СЮД ДЮ ЛАРУССИИ ДЮ КРАСНОДАР». «НУ ВИЯНО ДЮ ИТАЗ-УНИ ДЮ ВАШИНГТОН». «НУ ВИЯНО ДЮ ИТАЗ-УНИ ДЮ ВАШИНГТОН». «ИЛ ВИЯН ДЮ ВИЯН ДЮ ВИЯН ДЮ ВАШИНГТОН». «ИЛ ВИЯН ДЮ ВИЯН ДЮ ВАШИНГТОН». «ТУ ВИЯН ДЮ ВИЯН ДЮ ВАШИНГТОН ДЮ ВІ ЗЄЛАДА». «ВУ ВИЯН ДЮ ВИ МиНДЮ ВИЯН ДЮ ВИЯНГТОНЫ». «ДЕ КАЛЛЯ ВИЛЫ ?» qui vient du japon qui vient du japon c'est en belge mais il vient du luxembourg c'est en belge mais il vient du luxembourg et voilà и посмотрите здесь ямдала слова le сюда но смотрите у нас есть еще ли но но несложно ли но это n-o-r-d уэста запад west-o-u-u-u-u-e-s-t-e-s-t-e-sutt-e-s-t-e-s jest yang sendiri и смотрите как раз-таки тот момент про которой вам говорила возьмем прилагательные hmwa например и смотрите когда конструкцию jo Jews bö weres сыну а это так и остается прилагательным и поэтому здесь пишется с маленькой буквы «я есть китайский». То есть «я есть китайец» – это мы в русский переводим. В французский «я есть китайский». Если бы это была девочка, мы написали бы «je suis chinoise». Но когда мы говорим в существительное, превращаем это слово, то это будет уже с большой буквы писаться. Например, в этой делегации есть два китайца, два немца и так далее. И, например, «cet un chinois» – это один китаец. Мы какого-то человека представляем, за его спиной, скорее всего, так, и говорим «то это китайец». «Cet un chinois», например, «je es un chinois dans mon groupe», «je es un allemand dans mon groupe», «je es un américain». И все эти слова, перед ним будет артикль, и они будут писаться за большие буквы. И смотрите, форма прилагательного мужского рода также используется в конструкции «говорить на каком-то языке». «Elle parle chinois» – она говорит по-китайски. То есть и так далее вы выбираете различные национальности. Если есть такой язык, то можно дальше с глаголом «parli» использовать в значении «я говорю на этом языке». И как раз-таки в нашем документе вы увидите такие вот формы. Смотрите, первая часть – это национальность в мужском роде, а вторая часть – это язык. И поэтому, например, она не везде совпадает. Вот давайте посмотрим здесь этого. Ну, например, у «canadien» нет языка. Это мы не взяли. Или, например, «ujviv» – это еврей, язык «hebreu», чтобы вы понимали, как это будет функционировать. Вот это место я оставила. Мы будем выполнять это упражнение уже в парке, но здесь нужно будет написать женскую форму этого прилагательного. Можете уже посмотреть. И ссылки есть про то, как образуется женский род под видео. Мы с вами познакомимся со всеми этими национальностями еще раз на курсе. Главное, что найдите свою. Если вдруг не нашли, то ищите в словаре, чтобы вы уже могли приготовить свою собственную презентацию. И, конечно же, нам интересно, как образуется женский род от этих национальностей, от этих «этни», как по-французски вводят. Посмотрите, пожалуйста, еще раз вопросы и ответы и видео, которые дополняют этот материал по грамматике. Увидимся с вами в воскресенье в 15.00, 2 июня в парке Горького. Это будет 2019 год. Абьюнту.